6 октября 2023 года инициативная группа была приглашена к 10-ти часам в здание областного правительства для участия в совещании по вопросу о восстановлении стадиона «Пионер» в городе Иркутске. От областного правительства участвовал председательствующий Кузьмин Георгий Георгиевич, это заместитель председателя правительства Иркутской области, и Богатырев Павел Александрович, министр спорта Иркутской области. Приглашенные представители администрации города Иркутска не подошли, это и понятно, так как накануне мэр Болотов высказал свое абсолютно нежелание принять установленные законом меры для возвращения земельного участка в казну города Иркутска и восстановление детского спортивного учреждения. Вопрос, который был мною задан министру спорта Богатыреву Павлу Александровичу, был единственный, он основывался на том, что единственным поводом и причиной для того, чтобы администрация области не предпринимала никаких мер по возвращению земельного участка, это отсутствие возможности выкупа земельного участка для размещения объектов социально-культурного назначения. На мой прямой вопрос, а где такой запрет существует, Павел Александрович, к сожалению, не смог ответить на него, сообщив, что ему эту информацию преподали и достоверностью этой информации он не занимался. Но после того, как мы начали беседовать, появились иные причины, абсолютно надуманные, нереальные, нереально существующие, на основании которых, к примеру, опять же, министр спорта Богатырев Павел Александрович сказал, что на этом земельном участке нет возможности из-за его маленькой площади разместить спортивные сооружения регионального уровня. Я проверил этот аргумент, и он, безусловно, был далее не озвучен. Следующие аргументы высказывал Кузьмин Георгий Георгиевич. Это отсутствие денег в бюджете. Опять же, я пояснил, каким образом можно эти деньги изыскать, но выяснилось, что Георгий Георгиевич имел в виду отсутствие денег в бюджете в этом году, а на следующий год возможно найти эти денежные средства. Далее был аргумент о том, что необходимо дождаться окончания расследования уголовного дела. Опять же, я объяснил, почему можно, не дожидаясь, заниматься этим земельным участком. Следующий аргумент был, что земельный участок находится под арестом. Опять же, я пояснил, как юрист, что есть возможность до окончания расследования, и в связи с тем, что каждые два месяца продлевается этот арест в случае решения вопроса с собственником земельного участка, обеспечительные меры можно снять. Вот такие аргументы были, были и иные, несущественные, но все эти аргументы носят надуманный характер, не имеют под собой никакой обоснованности. И наличие вот этих, якобы, серьезных аргументов у правительства Иркутской области подтвердило мое предположение об отсутствии интереса, чтобы на этом земельном участке был восстановлен детский спортивный стадион, детское спортивное сооружение. Кроме того, вопрос, который был задан Георгию Георгиевичу Кузьмину, это вопрос, а почему областное правительство, желая развития спорта и строительства сооружений, рекомендовало городу Иркутску продать этот земельный участок, а не рекомендовало оставить его с целевым назначением в полном объеме для детского спортивного сооружения. Этот вопрос остался без ответа со стороны Кузьмина Георгия Георгиевича. Следующие шаги инициативной группы, это добиться все-таки встречи с губернатором Иркутской области напрямую, для того, чтобы выяснить, есть или нет желание у администрации Иркутской области, у правительства Иркутской области вернуть этот земельный участок под целевое назначение для развития детского спорта. И еще одна встреча предстоит, это встреча в прокуратуре Иркутской области по вопросам надлежащего расследования уголовного дела. Выяснилось, что следствие топчется на месте и не проводит должным образом в необходимых направлениях следственные действия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...